Здравствуйте, дорогие друзья! 22 августа в нашей стране отмечается День государственного флага. Одним из главных символов российской государственности является флаг, представляющий собой полотно трёх цветов – белого, синего и красного. В наши дни ни один государственный праздник не обходится без этого символа. Им украшают жилые дома и госучреждения. Флаг торжественно проносят на демонстрациях и разворачивают на митингах. История флага интересна, познавательна, неоднозначна и полна событий, как и история нашей страны. И неспроста его цвета олицетворяют всё самое важное для россиян. Флаг России появился только в XVII веке. До этого у русских князей были стяги – боевые знамена. После крещения Руси на стяхах изображали святых и лилик Иисуса Христа на ярком фоне. Как правило, этот фон был красный. В сказании о Мамаевом побоище – речь идёт о поле Куликовом – сказано, что русские войска шли на бой с багровым знаменем, на котором золотом вышита икона спасителя. Но увидеть это мы не имеем возможности. Ничего не сохранилось. А вот стяг Ивана Грозного сохранился. Он вообще ходил в военные походы с несколькими стягами в форме трапеции. Они очень напоминали церковные хоругли. На ярком фоне – изображение Иисуса Христа или святых. На конце древка – крест. Первый официальный флаг в России появился в 1668 году. Царь Алексей Михайлович, правитель династии Романовых, руководил строительством русского флота. Для первого русского военного корабля «Орел» потребовалось знамя. Растерявшийся царь поинтересовался мнением иностранных мастеров, и те предложили вариант, который был принят у них на родине. Как точно выглядел этот флаг – неизвестно. Есть несколько версий, но все сходятся в одном. На красно-сине-белом фоне был вышед двуглавый орел, который к тому моменту уже был государственным гербом. Когда к власти пришел Петр I, в первые годы он использовал знамена своего отца или создавал новые, похожие на старые. Но стремление ко всему западному сказалось и на создании стяб. Когда Петр, будучи в Архангельске, впервые оказался у моря, он заметил флаги заграничных кораблей, стоявших в то время в порту. Немецкие, голландские, английские знамена отличались от тех, что были в использовании на Руси. Они были яркими и не содержали никаких изображений и титулов. Петр I сдал указ, который изменил расцветку полотна, поднимаемого на русских военных кораблях. Они теперь ходили под знаменем белого цвета, крест-накрест, перечеркнутого синей лентой, флагом Андрея Первозванного. Название связано с именем апостола, который первый последовал за Христом и сопровождал его во всех земных странствиях. По преданиям, Андрей Первозванный посетил Россию, дошел до Новгорода, поэтому его считают святым покровителем нашей страны. Апостол Андрей был распят. Форму креста для распятия в виде буквы «Х» он выбрал сам, считая, что недостоин распятия на кресте, на котором был распят сам Иисус Христос. Именно такой крест изображен на Андреевском флаге. Петр Первый очень почитал этого святого, лично работал над созданием флага и собственноручно вычертил, и сшил более 30 образцов. Крестовый стяг стал символом и свидетелем морских побед России. Традиционным напутствием перед боем было «С нами Бог» и Андреевский флаг. А трехцветное полотно поднималось на торговых судах. Знамя Российской империи, желто-черное полотно с золотым двуглавым орлом по краям и по краям 31 герб российских семей, появилось в XVIII веке, перед коронацией Елизаветы Петровны. С небольшими изменениями это знамя просуществовало до конца XIX века. А вот знаменитый черно-желтый-белый флаг появился при императоре Александре II в 1858 году. Но этот флаг не был принят народом и просуществовал он не очень долго. Бело-синий-красный колор окончательно утвердили как государственный флаг России в 1896 году. Но он тоже просуществовал недолго. До революции 1917 года. А после революции 1917 года государственным флагом стало красное знамя с серпом и молотом, изображенным на нем. С 1924 по 1991 год это был официальный флаг СССР. Красное знамя было символом великой страны в течение многих десятилетий и сегодня является символом нашей победы над фашизмом. Красным было знамя победы, вооруженное над поверженными стахами. 22 августа 1991 года после поражения пунчика к АЧП чрезвычайная сессия Верховного Совета Российской Федерации постановила считать официальным флагом Российской Федерации исторически бело-синий-красный стях. Отменялись красные знамена и в вооруженных силах. Они изымались у всех частей и заменялись на трехцветные. Однако далеко не все в нашей стране приняли такие перемены, особенно в армии. И 29 декабря 2000 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил закон о знамени вооруженных сил Российской Федерации на красном фоне пятиконечной звезды и двуглавый орел. Тогда же воинским частям были возвращены их овеянные славы красные знамена. Что же означают эти три цвета? В царствовании Николая II, предавшего флагу официальный статус национального, считалось, что эти цвета народные, близкие цветам трех народностей великороссов, белорусов и малороссов. Есть другое объяснение. Красный подразумевает государство, синий – Божию Матерь, как небесную покровительницу России, а белый – свободу граждан и независимость народа. Есть еще одна версия. Белый олицетворяет белого царя, красный – народ, а синий – христианскую церковь. На сегодняшний момент наиболее популярна трактовка «Белый – мир и чистота, синий – христианство, религия, верность принципам, алый – сила, власть, кровь, пролитая за Отечество». День государственного флага Российской Федерации был введен 22 августа 1994 года. И 22 августа ежедневно мы празднуем его теперь каждый год. Приглашаем вас в библиотеку. Для вас подготовлена выставка литературы о российском флаге и другой символике российской, о государственных флагах других стран. Сделана подборка патриотической литературы. До свидания.